Так, о чём мы вернёмся опять? О молитве об усопших. Почему не усыпаемый салфер, заказывая усопших? Вообще, по Евангелию Господь говорит, молитесь постоянно, так? Да, там же есть место. Заповедано, всегда молитесь, всегда радуйтесь. Да, всегда радуйтесь. Всегда молиться, ну, молиться мы вообще должны всегда. Духом святым, всегда молитесь. Для усопших, почему мы заказываем не усыпаемый салфер. У Бога говорят все живы, так? У Бога нет мёртвых, у Бога все живы. Это мы не усыпаемый салфер, не себе говорю, храме читают, монастыри читают. Есть им облегчение. Есть молитва. Молитва, что ж плохого в этом? Ничего плохого в этом нету. Я, например, салфер читаю, ничего не понимаю. Я говорю, читаю, понимаю, понимаю, не понимаю, не понимаю, читаю. А вот там написано, там, ты не понимаешь, зато беса понимаешь. В церкви я нахожусь, то я половину слышу, половину не понимаю. Все будет сверху. Но это ты, что ты читать не будешь, то будет хуже. Вот понимаешь, молчит, я знаю. Сколько есть, я плохо и не слышу, я не понимаю, не слышу, не дослышать не могу. Ну, понятно, что, да, мы не слышим, не понимаем плохо. Но в этот момент надо читать свою какую-то молитву. А в то же время книга же пишет, нельзя, когда идет что-то какое-то... Иисусову можешь читать. Нет, дома может... Сейчас ты тоже можешь? Конечно. А я где-то почитала, если где-то одно, нельзя свое читать. Вот как люди книги... Ну, а я читаю, это значит, ты как будешь читать? Допустим, идет служба, а ты открывая к этому, к причастии, стоишь, читаешь. Конечно. Я книга никогда не хожу, не читаю. А про себя можно, да? Про себя всегда надо. Не понимаю, что что-то... Нет, если идет служба, ничего. Я тебя понимаю, когда идет служба, ты ее не слышишь. Хорошо. И двух, зол выбирают меньше. Лучше читать молитву, хотя Господь, молитву. Конечно. Либо ты будешь думать, что-то там пальцы, пальцы, да, как у тебя дом, муж или там дети. Дет, я слышу, разница есть? Дет понимает, где-то не шпевает. Ну, стена, ты-то одна, что ли, такая? Нет, слух ухопченный, еще быстрее, там не шпевает. Из-за плохого слуха. Мне даже врачи говорят, я не шпеваю, я ничего не шпеваю. Ты не одна такая. Ты не одна такая, ты пойми. Где, что ли, пулки? Бабушка, я же слуху говорю. Бабушка, 80 лет, она что, слышит? Это не одна, но у меня детства у меня осталось. Зоя, ты говоришь сейчас, мы тебе говорим о другом. И бабушка тоже не озорчается от того, что она даже не успевает уловить. Потому что это слишком близко произнесено. Смотрите, если вы говорите монахи, не усыпаем псалтырь. Но монахи, они как, почему ночью? Так они ночью, ночная молитва, говорят, хорошо, не только монаху, но и христианину, нам, православным, мы тоже ночью должны молиться. И опять я хочу сказать, они молятся, это кому помогать? В первую очередь им самим. Для них самих. Это определенно, это однозначно. Что ночью молиться? Ну, конечно, если они постоянно молятся, хорошо, в первую очередь им самим. Нет, но они имена потом читаем. Ну, мы это исполним заповедь. Наш Господь сказал, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это точно, это тоже заповедь. А еще раз вам говорю, как Инатих Ильич говорит, будем смотреть Библию и Евангелие. Если там сказано, что из-за адовра не приходят и туда-обратно, а то, что, как католики говорят, у них есть честилище, кто еще что выдумает, кто сейчас нас многое вот, это нас успокаивает. Тебе зачем это успокоение? Ты успокоился, сидишь, ты надеешься, что за тебя, помолиться, саркаусты закажут, когда мне бабушка говорит, давай я тебе денежку дам, как я умру, ты 12 саркаусты закажешь. Я говорю, какая ты умная, ты сейчас мне отдашь денежку, я завтра умру, деньги на мне, от долгих уж грехов, я ничего сделать не могу, я, может, теперь у тебя умру. Я говорю, во-первых, деньги не возьму, а во-вторых, говорю, ты надеешься на саркаусты, надеешься на меня и на кого-то, не надейся, ты сама делай, сама исполняй. Понимаешь? А мы, получается, сейчас живем, и нам, как говорится, нас убедили в том, заказывать саркаусты творить милости, никто не говорит, милости заповедано творить, молитва как бы заповедана, да, хорошо, но это помогает нам, проявляется любовь, проявляется заповедь. Когда мы молимся друг за другом, мы исполняем заповедь. Когда очистимся, на каждом шагу согрешают. Я тебе сейчас договорюсь, я хочу еще, почему, если мы, опять-таки, на это будем надеяться, но нам не на это надеяться надо. Я, например, не надеюсь, что я умру, и там за меня кто-то будет заказывать, молиться творить милости. Я об этом вообще не думаю. Мне сегодня надо исправлять себя, сегодня надо жить, сегодня не грешить, научиться не грешить, вот что нужно. То есть нет, если ты согрешила и видишь это, то есть ты вот согрешила, и ты это заметила, ты сразу скажи, господь, прости меня. Так сразу не грехся, да. Вот и все. Этот грех нужно сразу себе видеть и сразу кое-что. Если только ты видишь, а если ты не видишь, что сделаешь? Это хуже всего, если видишь, это очень хорошо. Нельзя сказать, что прям все видят. Когда ты будешь вести внимательную жизнь, тогда ты видишь. А когда ты живешь невнимательно, или ты в суете, например, среди людей, сами заметьте, когда человек один на один с собой, конечно, легко за собой сидеть и замечать, но как только ты попадаешь в среду, где много людей, или там в магазин куда-то пришел, или на работе, да, вот в компании люди, разговоры, что-то, это суета, когда среди людей ты теряешь за собой контроль, свое внимание берешь. Боюсь идти, родным боюсь идти. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я вот сегодня притешалась, я вот так притешалась. Нет, исповедовалась, я не притешалась. Исповедовалась. Так вот, о том и говорит, если ты захотел стать христианином, правосланом, хочешь спастись, ты должен выбирать себе и друзей таких. Ты уже должна отойти от мирян, отмертили. Не друзей, свои. А ты что, и ближние враги, домашние его, да? Уже враги. Вот. Получается, я, например, у меня тоже есть родной брат, а мы вообще не общаемся, не видим, он мне вообще как чужой. Ну, потому что мы совершенно уже разные. Как, можно вопрос стараюсь покороче. Ну, племянница, например, я не стесняюсь, я не знаю, среди родных своего, я рассказываю много. Громче говори, короче. Племянница поссорила, можно сказать. Не правду сказала до конца сетей. Я была в Коми, там племянница живет, сестра средняя. Исколье приехала, Сенгелей живет. Машар, Сенгелей. И она нас поссорила, не правду сказала, добавила лишнего. И сетра обиделась, предплемянника вела нормально, я уехала с племянника из ее избы. Сенгелей заезжали, меня забрали в Ухту, например, или что-то после этого. А потом она перестала себе на телефон, не слушала меня. Что я извиняюсь, пытаюсь с ней поговорить, отсюда звоню по телефону. Не слушай, ты все, обижайся, злится, и лет 10-8. Я так переживала, потом кто-то сказал, бог это. Ну, не знаю как. Управит. Управит, да. Потом он время от времени звонил, скажет, что сестра говорила здесь, например, живет, или в другом районе, в другом месте. Я ей говорила, она говорит, зачем так сказала. Я говорю, мне теперь что сделать, оказывается, ей неправильно, дочка сказала племянница. Я ей хотела внучку привезти, у этой племянницы. И сказала, пусть она сама приедет в Новый Город, мы приезжаем на автовокзал. Сейчас А4 утра, я не знаю во сколько, полчетвертого могут раньше приехать. Я говорю, что я буду сидеть до 10-ти года на Сенгилее. А оказывается, у нее подруга была там, приехавшая в другом городе. Январит, откуда я знала, что она не может ходить. Я говорю, пусть ее оставит, приедет, заберет внучку от меня. Ко мне может стоять, я езжу к ней, курьте, езжу изредка. А я говорю, на чужому, на своем городе на автовокзале, надо жить сидеть. Ты много говоришь или нет? Потом помирились, общались. Была кривит, а вы долго не жили, не видели? Потом я время-время звонила, все, что она разговаривает. Потом я разговаривала? Разговаривали, в чекану, в последнее, да, Аслану, прощай, не спрашиваю. Как будто около 8 вечера ей поздно позвонила. Она ходила в церковь, говорит, и перестала, кажется, я не знала. Сейчас не уходит в церковь. Не говорите ей, чтобы она ходила что-нибудь говорить, она старше меня. Она старше меня лет на 9,5. Ты не слышал вопрос? Молить просто за себя. Не говорить не надо, ничего не. Не надо учить Николая Старшая. Нам нужно себя научить в первую очередь. Ты себя научи каждый день возить в церковь в субботу и в воскресенье? Себя научи. Ты в среду, в пятницу соблюдаешь, в посты? В среду, в пятницу соблюдаешь. В посты не соблюдаем, в храм не ходим, в ангел не читаем. А что мы кому-то будем говорить, кого-то учить, когда мы сами не знаем? Как нам поступать, да? Лиза говорит. Я эти... Говори. Покажи, монах, монах. Нет, здесь монах. Батюшка, кто у нас? Севла. Севла, очень важно. Севла, да, Лиза? Да. Севла, господи этого. Я к нему не пойду больше. Он меня ругал. Лиза говорит. Мне точно ругать. Я говорю, палкой бить надо нас. Палкой надо бить, бить как следует. Лиза, чувачка, которая моя, по крайней мере. Да это понятно. Я, например, когда вот эта книжка у меня вышла, свои стихи, да, отвезла в деревню, теткам подарила. Ну, читают люди, Господь дает, хоть малую, но благодать, слава Богу, думаю, в церковь поехала. Потом какой-то, я же редко там бываю, на следующий год поехала, летом заехали к ней и говорю, ну чё как? Она сказала, больше не пойду. Я пришла на испытие, он меня отругал при всех, больше не пойду. Вот говорю, мы тут, значит, трудимся, стараешься что-то привести человека к храму. Я так порадовалась была, что она пошла, но она пошла и чё-то опять не так, ничё-то не заладила. Вот какие нам слова сказать, не знаю, какие у нас, сколько горшек. Чё-то пошла и чё-то не ладно будем, да? Ну, теперь она и не ходит. А чё-то все много не разговаривают. К нему подходят, допустим, спрашивают. Батюшка, вот у меня человек, этот там, родственник умер, как готовить, постное или не постное? Он говорит, да готовьте как хотите. Если человек не ходил в церковь, не молился, не пастелся, какая разница, какой ты стол ему соберешь? Он так и говорит, готовьте как хотите. Он правильно отвечает. А люди не понимают, а они считают, что он, конечно, результат выдает, поэтому на него все обижаются. А маслом мало мажут. Он монах, он экономный, чтобы масло не капало лишнего, и лишнего не текло здесь. Немножко помазал и всё. А все к нему не идут, только лишь по этой причине, потому что масла ему жалко. Каждый рассуждает по-твоему. К нему вообще хотят. А его молять. Как там, к чистому всё чисто, к чистому всё не чисто. Действительно, Боже, по любви ко мне это сделало. Я говорю, я говорю так, как есть. Может, в голосе моём не нравится, что так говорится. А вы говорите с властью. Это правощадское слово. Я на сто процентов уверен. Это истина, о которой я говорю в последней инстанции. Выше нет. Как вы умришься так говорите? Я сидел в библии. Чего ты привязываешься-то? Это не моё слово-то. Я показываю книгу, глава и стих, добавляю толкование святых отцов. Где, Мариёв, покажите, и учение Игнатия. И ни один человек ещё не показал, ни один. Даже нашего епископа спрашивали, я ещё покажу. Игнатий сугубо православный. Его мне православие никто не обвинит. Это его слова в присутствии местного епископа. Если бы я искал своего, я бы десятки раз свихнулся. Людям никак не понятно, как я уверовал. От 27-го, сентября 62-го года. Ну неужели у нас здесь? Ну что тут я пойду такое? И вот этого уже не контакт нашел. Он пришёл, всё покушал, туда сел в Атланту, в столы эти где-то. Зарёкся и видеть на неё, что она здесь, чтобы её не видеть, перестал ходить. По храму один был в городе. Теперь я его убеждаю, уговариваю. Она не виновата. А она, скажи, в нормальных ангелия? Я буквально за Мирского где-то пошла. А Симона какая была? Не знаю, но... Надо было смотреть, как ходить. Оставляют она, как работала, там, торговала и прочее. Я-то их мало знаю, они рядом молятся. Но у меня обе тучинки когда-то знали, а родные сёстры. И он разгневался, и не ходил близко коллектива. Надо воспитывать ребёнка нормально, чтобы он знал. А он только с мамкой отца не знает. А мамка так же знает, как эта девочка теперь. «Подиняешь, когда ты долго живёшь, большой опыт, ну а как ему помочь?» «Никак». Он может не поехал, у него волосы длинные, мы не можем никак его. Волосы вот такие вот, волосы грех, он не слышит. А ко мне ходит художник один. Я говорю, кисточка такая, что он говорит, это из хвоста колонка, колонок такой есть. Мягкий. Я говорю, давай скажи ему, как он тогда скажет, можно волосы посчитать? Можно. Когда посчитать, он скажет, самое то, что на кисточку надо. И вот когда сказали, он говорит, она ему нужна. Открыли его. На кисточку сразу брали. Подход такой. Но он хороший человек. Ну вот, понимаешь так. У меня брат мой родной, молчаливый такой был. У него жених надо. А его повезли, где невеста живёт. Хорошая девушка Рина. Ну хоть ты слова-то ей скажи, а что ей говорить буду. Ну они туда живой было. Они его стенки вытолкнули, а она уже там стояла. Вот вытолкнули, выпускают, там заперто. Вот стоял, стоял. Пойдёшь. Я поняла, что если сейчас не схожу ответа, что ещё пять лет ждать придётся.